Чихнул, надень маску, иначе оштрафуют. Народные избранники предлагают носить марлевые повязки тем, кто заболел. Все это для того, чтобы сказать стоп распространению инфекции. Тех же, кто отказывается, предлагают и вовсе наказывать. Подробнее об этом, а также о других законодательных инициативах, смотрите в обзорном материале нашей программы. Привлекать к административной ответственности больных граждан, которые не носят марлевые повязки в общественных местах, предлагают депутаты Государственной Думы. Внести изменения в санитарно-эпидемиологические требования народные избранники попросили главу Роспотребнадзора России. В первую очередь это касается перевозчиков и образовательных организаций, которые не должны допускать граждан, имеющих признаки ОРВИ и отказывающихся надевать марлевую повязку к обучению или проезду. Кроме того, депутаты предлагают обязать организации выдавать болеющим гражданам эти средства защиты от гриппа и простуды. Игнорирующих требования будут штрафовать. Между тем, эпидемиологи говорят, один кашляющий человек может заразить 40 человек, а 40 уже 1600. Лицензировать религиозную деятельность предлагают народные избранники. По мнению депутатов Госдумы, принятие такого закона позволит бороться с многочисленными сектами. Разрешение на работу с населением организации будут получать у специальной комиссии. Одной из причин запрета религиозной группы может стать зарубежное финансирование. Закон пока находится в стадии разработки, но в Русской Православной Церкви идею поддержали. Наказывать подростков общественными работами за распитие алкоголя. С такой инициативой вышли представители Общественной палаты России. Они предлагают разработать поправки в административный кодекс, предусматривающий наказание для несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки. Согласно законодательству, за продажу подросткам алкоголя несут ответственность продавцы. За вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного опять же взрослые. А вот сами подростки под действие закона не попадают. Поэтому предложено наказывать граждан в возрасте от 12 до 18 лет, употребляющих алкоголь общественными работами.